В этом видео поговорим о пьесе Максима Горького «На дне». Все действие происходит в ночлежке, которую сам автор в первом же указании для актеров называет «подвалом, похожим на пещеру». Это пристанище для всех обедневших, загнанных людей, которым больше негде и не на что жить. У этой ночлежки есть хозяева, 54-летний Костылев и его жена Василиса, которая будет вытворять страшные вещи. Остальные герои – обитатели этого места. Причем у одного из них даже отдельная комната – это молодой Васька Пепел. Всего действие в пьесе 4, и первое вроде введение – погружение в эту неприятную атмосферу, где слесарь Клещ что-то чинит, его жена Анна кашляет при смерти, некий барон, обнищавший дворянин, мешает девице Насте читать растрепанную книжку «Роковая любовь», называя ее при этом дурой, а торговка пельменями квашня хозяйничает по дому, если это вообще можно назвать домом. Внимание привлекает герой с фамилией или прозвищем Сатин. Первая его фраза в пьесе – «Кто это бил меня вчера?» Картузник, то есть портной Бубнов, отвечает, что били за игру в карты и продолжает работать. Тут вступает в диалог еще один герой, которого зовут не иначе как актер, тоже обедневший. Он когда-то играл в театре, но, судя по всему, не очень талантлива и второстепенные роли. Например, он упоминает, что в «Гамлете» был могильщиком. Сатин очень странно себя ведет. После заявления актера о том, что его организм отравлен алкоголем, Сатин начинает бормотать что-то про органон, сикамбр, макробиотику. В итоге выясняется, что ему надоели обычные слова, а вот раньше он был образованным и читал книги, когда служил телеграфистом. Так открывается его прошлое. Но Бубнов, портной, отвечает, что все это ерунда, ведь он когда-то был при делах, у него было свое заведение, и руки всегда были желты от краски, а теперь они только грязны и по-философски выводят. Выходит, как снаружи ты себя не подкрашивай, а все сотрется. Тем временем на больную Анну муж-клещ не обращает внимания, даже не хочет отворить дверь, когда ей душно, так что становится понятным, почему его все называют злым, а выводит женщину добродушный актер. Это видит пришедший хозяин Костылев и хвалит актера, говоря, что благие дела учтутся, а тот наивно спрашивает, где? Ведь хочется, чтобы учлось на этом, а не на том свете. По речи Сатина становится понятным, что Костылев пришел искать жену Василису, которая приходит только упомянутому пока Ваське Пеплу, тому самому с отдельной комнатой. А Пепел этот, теперь мы уже знаем, вор. Но он ставит хозяина на место, требуя денег за взятые у него в прошлый раз часы, вместо ответов на какие-либо вопросы Костылева. Тот уходит, но далее мы узнаем, что Пепел и не любит Василису. Более того, в тексте появляется еще одна девушка, Наташа, сестра хозяйки. Вот она-то ему и нравится. Тут входит сама Наташа и вводит нового постояльца. Луку, который сразу же выпускает в пьесу свою философию. Я и жуликов уважаю, по-моему, ни одна блоха, ни плоха. Все черники, все прыгают. И это он о людях. Ненадолго в ночлежку врывается пьяный Алешка, самый молодой из героев пьесы, но его прогоняет Василиса за слова о том, что Пепел ее не любит, а любит сестру Наташу. В общем-то, Алешка всегда появляется в передрягах и кричит какую-то важную сплетню. Молот еще! Лайте про меня! Иди отсюда вон! Появляется еще один герой, полицейский Медведев. Он дядя Василисе. Медведев пристает к Квашне с женитьбой, но Квашне вспоминает свой бывший брак, где муж ее бил, и говорит, что когда тот умер, она сидела одна весь день и не могла поверить своему счастью. Вот до такого ужаса все доводится. Но беседа прерывается шумом, дерутся сестры, Василиса и Наталья. И больная Анна недоумевает, ведь они сытые и здоровые, у них все есть. Зачем драться? И теперь второе действие. Начинается оно с великолепной сцены, обитатели ночлежки играют в карты и шумят, а на фоне всего этого умирающая Анна рассказывает Луке о своей страдальческой жизни. Это просто очень впечатляющая антитеза. Крики, дамка, король, бросай игру, и тихая, всю жизнь мучилась. Ничего не видела. Лука успокаивает ее рассказами о том, что после смерти ей не будет больше ни страшно, ни больно, что смерть им как мать малым детям, а Пепел, проходя мимо, замечает, что старик хорошо врет. Кстати, обнадежил Лука еще и артиста, сказав тому, что существуют лечебницы, где можно избавиться от этого его отравления алкоголем. Да только где они? Не сказал. Это важный момент. В это время Медведев с Пеплом ссорится, и мы узнаем, что, оказывается, Костылев, хозяин ночлежки, подбил Пепла на воровство, а краденое сам же с женой и принял. Пепел говорит, что с детства его называли вором, потому что он сын вора. Лука вмешивается, и в своем стиле советует Пеплу сразу идти в Сибири. Якобы там хорошо, золотая земля, и тут Василий спрашивает, зачем старик все-таки врет? Везде-то у него хорошо, и на том свете, и в Сибири. И Лука отвечает вопросом на вопрос, зачем правда-то это нужна? Она же обух. Тут Пепел совсем уж круто поворачивает беседу, и спрашивает у старика, есть ли вообще бог? На что тот снова уклончиво отвечает, коли веришь, есть, не веришь, нет. Во что веришь, то есть. Пепел удивлен. Следующая важная сцена, к нему приходит Василиса. Он прямо признается, что больше не любит ее, и вообще вряд ли когда-то любил. Она предлагает ему забирать ее сестру, триста целковых, и уезжать. Но взамен избавить ее от мужа. То есть, по сути, просит убить Костылева. Кстати, тут уже читатель узнает, что из-за него Пепел дважды попадал в тюрьму. Приходит сам Костылев, кричит на нее и уводит, а когда Пепел вцепляется в него, на печке кто-то резко шевелится, так что Василий ослабляет хватку, и тот уходит. А на печке был Лука, который тут же советует ему бежать подальше от этой дикой семьи, просто взять с собой Наталью и бежать. К концу этого разговора Лука вдруг осознает, что Анна умерла. На члежку снова наполняют люди, вбегает артист, ищет старика и кричит, что он вспомнил любимые стихи, которые в вечном пьянстве совсем забыл. И читает он, очень важно, отрывок из стихотворения «Безумцы» Беранже. Стои! Эй! Ты где? Я вспомнил! Я вспомнил! Слушай! Господа, если к правде святой мир дорогу найти не умеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Старик! В каком-то экстазе он кричит, что найдет лечебницу, и все наладится, и уходит. А Сатин говорит, что набрал ему старик, ничего нет, нет городов, нет людей, ничего нет. А теперь представьте, что все это происходит в подвале, где только что умерла Анна. Тут в дверях появляется Лука, и начинается третье действие. Теперь все разворачивается уже не в коморке, а во дворе. Девица Настя все выдумывает себе былую любовь, о которой она вычитала в бульварном романе, и барон над ней, как обычно, смеется. Но Лука опять на стороне обиженной. Наташа спрашивает, а чего тот такой добрый? И тут он рассказывает историю, значимую для понимания его психологии. Когда к Луке как-то забрались воры с топором, он вышел к ним с ружьем и заставил их друг друга выпороть. Но после этого они попросили у него хлеба, и Лука, внимание, оставил их жить у себя. Причем это были беглые каторжане. Беглые? С поселения ушли? Хорошие мужики. И дальше самое значимое. Не пожалей я их, они бы, может, убили меня, али еще что. А потом суд, да тюрьма, да Сибирь. Что толку? Тюрьма доброму не научит, и Сибирь не научит, а человек научит, да. Заметьте, ведь Лука переживал не о своей жизни, а об их. И следом не менее важная история, рассказанная уже по дошедшему пеплу. Василий усмехается, что старик лукавый, все истории рассказываешь? И вот честно, только тут, при первом прочтении, я поняла, что поэтому Горький и дал персонажу это имя, Лука, то есть Лукавый. Он говорит о том, что правда не всегда нужна человеку. Запомните этот момент, как рассказ о праведной земле. Он говорит о мужчине, который жил в Сибири и верил, что должна быть где-то праведная земля, где люди живут славно, в уважении, помогают друг другу. И каждый раз, когда ему было плохо, он вспоминал про нее и успокаивался. Но однажды туда приехал ученый и сказал, что никакой такой земли нет. Мужчина пошел домой и удавился. После этого Пепел решает прямо объясниться с Наташей и предлагает ей бежать с ним. Может быть я со зла вор, от того я вор, что другим-то именем никто никогда не догадался назвать меня. Ну назови ты Наташу. Наташа не любит его, но он неплохой человек и в семье Костылевых ее ждет и правда ужасная жизнь. Старшая сестра Василиса ее и так уже бьет, Наташа следит за всем хозяйством, сносит все, а выйти замуж по собственному желанию в дальнейшем ей точно не дали бы. А Василий хоть и говорит, что не верит в совесть, но в то же время чувствует, что жить надо иначе и клянется бросить воровство, уйти с ней в Сибирь и никогда не причинять ей зла. Но разговор подслушивают Костылевы. Вот и сосватались. Тем временем внимание перемещается на артиста из Сатина, который негодует на Луку за то, что тот рассказал первому про лечебницу. А между прочим, артист уже день не пил и даже заработал немного денег, подметая улицу. Старик спрашивает, отчего Константин такой? Это имя Сатина, оно очень редко появляется в пьесе. И тут мы из его обрывочных ответов узнаем, что Сатин больше четырех лет сидел в тюрьме за убийство. Убил подлеца в запальчивости и раздражении. Из-за родной сестры, которая уже мертва. Тут уж мы сами можем додумать, был ли виноват Сатин или он защищал сестру. Но диалог прерывается криками из дома. Костылевы снова бьют Наташу. Начинается общая потасовка, шум, они избили ее зверски. Когда девушку выводят на улицу, кто-то замечает, что ноги ее обварены кипятком. А поздно подскочивший пепел спрашивает, это ножом? То есть, видимо, были и ранения. Пепел ударяет Костылева, но и не он, один Сатин тоже бил его, и тот умирает. Пепел вспоминает, что Василиса сама подговаривала его убить мужа и говорит об этом в сторону Сатина, потому что можно ее подвести под наказание. Но в агонии Наташа все понимает неверно. И теперь она думает, что Вася и Василиса сговорились против нее и специально убили и Костылева, и саму Наташу. Пепел в ужасе, он не понимает, как вообще можно было так подумать, но Наталья почти при смерти, а рядом полиция. И начинается последнее, четвертое действие. Здесь мы переносимся снова в саму ночлежку, но комнаты пепла уже нет. И Луки нет, он ушел в ту же ночь. Актер стонет на печи, Настя в унынии сидит за столом. И снова разговор о том, зачем они живут. Настя кричит, что уйдет отсюда, хоть на край света, только непонятно, куда конкретно и зачем. На четвереньках попал внук. Это будет картинно, если на четвереньках. Да, и попал внук. Только бы не видеть твои рожи. А Сатин в своем стиле советует идти с актером, ведь где-то в полуверсте от края света стоит лечебница для органонов. Иронизирует. Снова начинается спор. Актеры Насте противостоят Барону и Сатину, хотя Сатин и вовсе держится особняком. Он говорит, что это Лука расквасил их сожителей, и тут безучастный до этого клещ бормочет. Поманил куда-то, а сам дорогу не сказал. В этом споре Барон называет Луку шарлатаном, и тут Сатин вскакивает и начинает говорить так, как никто до этого в пьесе не выражался. Он, кто постоянно уличал старика во лжи, вдруг защищает его. Он кричит, что Лука врал только от жалости к ним, потому что есть ложь утешительная, ложь во спасение. Но при этом свободному человеку ложь не нужна. Правда, Бог свободного человека. В пьяном расслаблении Сатин продолжает рассуждать, и, пожалуй, самая знаменитая его фраза произносится именно в этом моменте. Человек, это звучит гордо. Но он говорит, что человек, это не ты, я, он, она, а все вместе. И все они, и Наполеон, и Магомед, все в одном. То есть он рисует какой-то образ сверхчеловека, лучшего человека. В этом он немного перекликается с философией Луки, который считал, что люди рождаются для лучшего, потому что среди них будет лучший человек. Почему же мне шулеру не говорить хорошо, когда порядочные люди говорят, как шулера? Кстати, тут из пары реплик мы узнаем, что Наташа жива и уже даже вышла из больницы и пропала. А вот Василия ждет тюрьма. Но все же точно ничего не известно, так что тут тоже можно додумать, куда и с кем без вести пропала Наташа. Мы ведь верим в пепло. Тем временем Клещ, который был безумно злым, избивал жену и всех презирал, ведь он был там одним рабочим человеком, уже успокоился. Он говорит, что если подумать, везде ведь люди. А Квашня, кстати, сдалась на уговоры и все-таки вышла за того самого полицейского Медведева, который все так же пьет. И в комнату как раз вваливаются пьяные он и Бубнов. После недолгой возни они затягивают песню, но тут финальная сцена. Заходит барон и говорит, что актер удавился. Общее молчание прерывает Сатин. Он говорит, эх, испортил песню. Дурак. Вот и все. А теперь контекст. Пьеса была написана в 1902 году. Ее поставили на сцене еще при жизни Горького, и она сразу имела успех. Кстати, первоначальными вариантами названия были «В ночлежном доме» и «Без солнца». Нужно отметить одну особенность в композиции. Четыре действия пьесы как бы делятся Лукой. Первое действие «Ночлежка до него», второе и третье с ним, а четвертое после его ухода. И главный социально-философский конфликт, конечно, связан с ним же, а именно идея о спасительной лжи и противостоянии между Лукой и Сатином. Сам Горький писал об этом так. Основной вопрос, который я хотел поставить, это что лучше истина или сострадание? Нужно ли доводить сострадание до того, чтобы пользоваться ложью, как Лука? Причем по замыслу положительным героем должен был стать Сатин. Это практически рупор Горьковских идей. Его даже играл сам Станиславский в первых постановках. Но при этом ни один персонаж не получился правым. Идеальной позиции в пьесе нет, и она не может быть подсказана ни одним из жителей «Ночлежки», ведь это скорее жертвы, а не герои. И снова цитата Горького «Представителей истины в пьесе нет». И заметьте, как все продумано в пьесе, ведь даже стихи Беранже, которые вспоминает поднимают эту же проблему «Правда или сон золотой?». И, кстати, в своей автобиографической прозе Горький позже писал, что в юности очень полюбил стихи Беранже, когда ему попалась в руки его книжка. Думаю, автор мог знать эти строки еще с того времени. Но я желаю вам самим принять правильное решение в вопросе о том, что вам нужнее истина или красивая ложь. С вами была Кристина, и это канал Литбез.